Закройте глаза Есть такие обстоятельства, с которыми ты боролся Ты пытался противостоять, но не было победы И в итоге ты просто сдался, ты смирился с этим врагом С присутствием этого врага в своей жизни Ты просто согласился и опустил руки И враг он связал, он взял тебя просто Это угнетает, это то, что лишает радости Это то, что лишает мира Это то, что ворует у тебя вот эту атмосферу Божьего Царства И я верю в Господь, Он сказал, что когда эта школа закончится Ты придешь, придешь в свой дом Ты придешь вот туда, где враг тебя угнетал Ты возьмешь свой меч И ты просто совершишь победу над этим врагом И ты совершишь это легко Это не будет трудно Ты просто сделаешь это И выбросишь его из своей жизни во имя Ют-хей-вам-хри-шуа Аминь Хорошо, Давид взял оружие своего врага Использовал его И когда я читал про меч Голиафа Знаете, что я услышал? Далее от Бога Что меч Голиафа это не Голиаф Меч Голиафа Потому что Давид говорит, ну давай Отличный меч Это не Голиаф Голиаф это враг, это зло Это не наше Но тот меч, который взял Давид И использовал против врага Помните, был еще у Давида такой ванерия И он подошел к египтянину Забрал копье у египтянина И убил его, его же копьем получается То есть похожая ситуация, как у Давида И я помню, как нас Господь Учил вот этим моментом Такой тонкий момент довольно Сейчас попробую его донести В общем, мы в Ялте На одном служении находимся Нас пригласили в одну церковь Мы группа хвалы То есть вся наша музыкальная группа Мы служим там в хвале То есть такое служение хвалы, молитвы То есть течем И обычно, когда мы движемся в хвале Нету какого-то такого списка песен Просто вот оно течет Что-то начинаем петь Музыканты подхватывают Где-то раз посмотрели друг у друга И аккорды пошли и движемся И такой приходит момент Какой-то вот мы как зависели То есть вот на одном каком-то И дальше нет движения И я получаю песню одну Просто вот слова Полностью Приходят во время прямо хвалы Но проблема была в том, что Слова пришли на музыку Одной группы Мирской И группы, которые я слушал Когда вот Панком был И кто там уже знает Это Сектор Газа Такая ужасная группа Поэтому кто не слушал Не слушает Никогда там они макукаются В пошлости разная И я, ну я-то слушаю Я знаю Что за мелодия И я начинаю бороться просто с этим Потому что Мозг мой не принимает Как это может быть вообще Сейчас вот Как запоем тут прямо Ну люди там Кто-то что-то знает Старый вариант Песни Не все понятно Слышали эту песню И в общем Эта борьба идет Минутная на 15 точно Вот просто Играет какая-то музыка Квадрат И мы никуда не можем сдвинуться Я понимаю, что Это Бог Ну он дал эти сейчас слова Новые Я уже думал Может другую какую-то эту Мелодию Нет Должна звучать эта Сектора Газа И песня еще такая Про наркоманов У них там была И там такие слова пришли Ну кто старый вариант Я не буду говорить Он просто знает Пришли такие слова Меня твой меч пронзит Прямо в сердце Меня придавит насмерть Колесо Твой взгляд Мне жжет глаза Словно солнце Голгофский крест Сотрет меня в песок Ну только там Большое-то другие слова В оригинале И я понимаю Что надо сдаваться Начинаю петь эту песню Ну там Один квадрат Я показал ребятам И сходит Просто сильно Дух Святой Сильно Прямо вот просто Как никогда И у меня такое смущение Господь Что вообще такое Почему Вот мы христианские пели Сейчас песни Не было такого А тут как бы Вот это мерзкая И я получаю понимание Что Для чего это Бог показал Что Он не боится Давид не побоялся Взять меч Голиаф Понимаете Что Враг Он ничего не может Сочинить Он только может Украсть Я думаю Что Все вот эти Популярные Действительно Талантливые Певцы Группы Это все Божьи таланты Которые служили Врагу То есть Взять того же Ну все эти Поп-звезды Ну действительно Талантливые Действительно Такие голоса И кто Их наделил Этим И не дьявол Их наделил Они родились С этим Ну это от Бога В них Потому что Музыка Принадлежит Господу Вся И И мы значит Ну так Просто Глух И какие-то Твердыни Они рушились И с тех пор Мы очень много Беремся Этих мирских песен Переделываем их И Есть допустим Песни Наши Которые вообще Переделывать не надо К примеру Песня Газманова Свежий ветер Вообще Наша Там Если вы знаете Слова Там ничего не надо Я скажу что Это я его купил Ни разу не одевал Нигде Но когда я увидел Господь мне сказал Купи И Да ты что Для христиан Это страшные Образы Будут И он говорит Купи Пророчески Я вам завтра расскажу Что это значит Поэтому Поэтому когда вы увидите Не убегайте Сразу Скажем Что то он надел Такое Демоническое Потому что Мы начали бояться Вот вчера мы с братьями Вечером общались Перед сном Что Церковь должна иметь Первенство В сверхъестественном Мистическом И духовном Но из-за того Что церковь отказалась От этого Это заняли Враги И враги сказали Это все наше Вот это вот Все Духовное Вот это Сколько всех этих бабок Экстрасенсов Всяких гадалок И Они пользуются успехом Потому что люди С проблемами бегут Не в церковь А бегут к бабке Вместо того Чтобы А церковь У нее есть все Чтобы быть первой Вообще В этих вопросах Сверхъестественного Вот исцеления Освобождения Но враг сказал Это все Мое Не трогайте Вот это вот Мистическое Духовное Смотрите Еще там Бесок Нахватаетесь Слышали Вот это Вы не туда Куда-то там Зарулите Это вас Креповский До добра Не доведет И Я начал получать Определенные Откровения Сейчас попробую Показать Что Я увидел Это вот Связано С мечом Голиафа Ну Я буду пытаться Объяснить То есть Вот Линия фронта Представьте себе Вот тут Свет Вот тут Тьма Да Свет Тьма То есть Наши здесь Все Наши Но от линии фронта Можно быть на разном удалении Можно быть в тылу Глубоко Там пули не свистят Там тихо Там Ты тоже что-то делаешь Для армии Но можно быть Близко к линии фронта И чем ближе Мы к линии фронта Тем ближе Мы видим и врага Понимаете То есть Находясь далеко От линии фронта Мы Можем и не видеть Даже врагов Мы знаем Что они есть Что мы тоже Все на фронт Все для победы Работаем И вот Когда я увидел Эту картину Я услышал такое Что чем ближе К линии фронта Тем больше Действия Божьи Могут походить На действия дьявола А действия дьявола Действия Божьих Именно служителей Что очень Тонкая грань За которой Вот это Вот это Различие есть И если посмотреть Действительно На людей Которые двигаются Вот в духовном Мистическом То можно сказать Боже Вот это что-то странное Что-то странное Типа как колдуны Вот они Тоже куда-то Каких-то духов Встречают Там спиритисты Потому что когда Кто Как притыкается Допустим Криковского Когда он говорит Я там с ноем Разговаривал Вот вообще Что за спиритист Что за вызывание Духов Да Потому что люди знают Это все дьявольское Медитация Это все дьявольское Это все бесы Там черная магия Это все не для нас Ангелы Не надо нам Никаких ангелов Все Помните Правильный ответ Я знаю Белочка Ну Иисус Но на белочку Похоже очень Помните Да Что у нас Все вот такое Иисус Иисус Все Иисус И больше ничего не надо Это откровение Младенцев Все что им надо знать Это Иисус Все Но когда мы растем Начинаем читать Библию Видим Что там описывается Очень много всего И вот действия На линии фронта Иногда могут напоминать Даже колдовство И когда Иисус Я вот вчера Братьям рассказывал Когда Иисус Плюнул Сделал грязь Из плевка И помазал глаза Слепому Так же делали Я читал где-то Вычитал Накопали Так же делали Колдуны Во время То есть так Это был То есть он Понимаете Как бы Убивал их Их же оружие То есть Мы берем И потом уже Конечно Песни пошли Там И все что хочешь Вообще Любые Все переделалось И служит Богу И там И рок-группы Всякие Джимми Хендрикс Я помню Как-то сделали Такая сильная песня И мне после этого Подошел На одном служении Городском спеле Ой слушай Джимми Хендрикс В аду Это врагу Перевернулся Вы что делаете То есть Но это все Обращается В служение То есть меч Голиафа Начал служить Богу Потому что Что еще Можно сказать У врага Своего Ничего нет Все что Использует Враг Это то Что он Украл У нас Так Смотрите Давайте В порядке Сегодня вообще Водное Такое У нас День Начнем Завтра И Наверное В конце Последней сессии Я не рассказываю В принципе Откуда Это все Взялось Все эти вещи Я расскажу В конце Когда мозги Устали Как мы попали В эту духовную войну Все эти вещи Это 99-го года Все длится Слово Да Слово Мечом Для тебя Является Только то Слово Которому Ты послушен То есть Просто взять Исповедовать Писание Не будучи Ему послушным Не имеет смысла Это не будет Меч Меч Это только То слово Которому я Подчинился И я его послушал Тогда это Меч Теперь Однажды Я услышал Такую вещь Что враг Может использовать Против нас Только то Что Есть в нас А Сейчас Как это Объяснить Вот К примеру Есть люди Для которых Курения Вообще Никогда не было Кто-то Не курил Никогда В жизни И Для него Это Не сочетавляет Труда Никакого Ну Ни вообще Не искушение Никакое Я допустим Когда-то курил Ну еще в школе Там естественно И потом был момент Я долго не курил Долго Ну верующий уже То есть не тянул И тут и тут Лежит пачка сигарет И я думаю Возьму Кину в реку И взял И вдруг Какую-то секунду Я ощутил Страшную похоть Такую Вау Так аж захотелось Ну прямо Захотелось Вот Курить Я конечно Выкинул Ого Это что Во мне еще Оказывается Где-то Есть Тяга То есть еще Она осталась Иначе Откуда бы Она взялась То есть С сигаретами Невозможно Искусить Того Кто В ком Не было Этого Нету Поэтому Когда к нам Враг приходит Он использует Против нас То что есть В нас Самих Да То есть Он не может Нахлобучить Человека Тем Чего нет В человеке Врага нет У своего оружия То есть Все что он Использует Это то что Наше Против нас Ладно С чего Начинается Духовная Война То есть Вот если Говорите О мече Не срубания Бесов А с углубления В слово То есть Духовная Война Это Там Рубание Бесов Это Одна сотая Наверное Вот Во имя Иисуса Пошел Он Это Одна сотая Духовной Войны Очень Много Духовной Войны Происходит В характере В переплавке В переломке То есть Это Тяжелые Битвы С бесами Вообще Никогда Проблем У нашего Господа Не было Он их Изгонял Легко Проблемы Были С твердолобостью Учеников Фарисеев Вот все Вот эти Вот Помните Иисус Говорит Я с вами Столько Уже Времени Вы В меня Не верите Ой Кто Это Помните Жестоко Видели Кто Это Что Ему Ветер Повиновится Поэтому Вот Сюда Сюда Закапываться Углубляться Тогда Мы получаем Слово Тогда Даже Меч Голиафа Будет оружием Которое Будет служить Нашему Господу Аминь Теперь Почему Бог не дает Нам мощное Слово Потому что Если мы Получим Мощное Слово Но мы Ему Непослушны Враг Отберет Это Слово И будет Бить Этим Словом Нас То есть Если я Получаю Слово У меня Всегда Есть Выбор Подчиниться Ему Или нет Чем Мощнее Слово Тем Тяжелее И Больше Смириться Придется Больше Тяжелее Подчиниться Если я Получив Слово Не подчиняюсь Ему Я отдаю Врагу Свою Меч Слово Божье И этим Словом Враг Начинает Долбить Меня Потому что Я Непослушен Богу Это Всегда Риск Когда Человек Получает Откровение Он Может Принять Его Но Не Стать Послушным Словом И Тогда Мы Просто Вооружаем Врага Сами Словом Божьим И Враг Этим Словом Чем Враг Тыкает Нас Словом Он Тыкает То есть Он Берет То же Самое Слово И Бьет Этим Нас То есть Меня Враг Никогда Не сможет Ударить В себе Есть Вещи Вы Знаете Которые Хотите Вы Верьте Нет Я Говорю Вот Из Опыта Мы Можем Я знаю Есть Такая Позиция Я Уверовал Все Старое Ничего Больше Меня Не Касается Нет Есть Вещи Которые В Нас И Мы Этого Никогда Не Делали Но В Нас Есть Это Потому Что Это Идет Из Поколения В Поколения Эти Духи Тут Такое Что Новенькое И Наша Задача Остановить Это И Не Дать Этому Идти Дальше В Детей Следующего Поколения Вот Здесь Война И Происходит Окей Знаете Что Мы Сейчас Делаем Давайте Включим Проектор Пришло Время И Пока Включает Вот О Давиде Еще Пару Слов Давид Чем Он Вообще Известен Нам Певец Да Поклонник Написал Много Псалмов Но Он Же Воин То Смотрите С одной Стороны Не Вот Это Убери Выключи Это Еще Рано В Ключи Там Есть Мечи Мечи Божьей Власти Называются Все Пока Больше Ничего Не Надо Давид Он Я Как Такое Получил Он Одинаково Хорошо Владел И Арх И Мечом Он Небо Просто Такой Певун Знаете Давид Надо Воевать Сейчас Я Суни Спою Нет Он Брав Мечи Мне Кажется Он Был Действительно Сильным Хорошим Войном Потому Что Его Приглашали Филистинские Цари Сражаться И Помните Царь Я Знаю Ты Хороший Войн Наши Робщины На Евреях И Бог Сказал Что Он Восстановит Скинию Давида Не Храм Соломона Помните А Скинию Давида И Вот Давид Это Наверное Один из Тех Людей На Которое Написано Нашел Я Человека По Сердцу Моему Хотя Давид Извините Не Был Идеальный Он Подставил Человека Под Меч Сблудил Потом Психо Изображал Помните Давид Восхищаемся А он Злю Не Пускал Когда Надо Он Мог Вильнуть Не Был Я За Родину За Господа Но Тем Не В нем Сочеталось В Давиде Поклонник И воин Это очень важно Потому что Поклонник Это нежность Это такая Чувствительность Воин Это жесткость Это такая Решимость Знаете Вот Представьте Воин Такой Воин Именно С ножа Кушать И поклонник Такой Консерватории Видели Скрипачи А в Давиде Это все Сочеталось В одном Человеке Я верю Что Вот этот Божий Храм Он будет Состоять Как раз Таки Из людей Вот Церковь Это должна Быть И поклонник И воин И нежная Красивая То есть Не грубая Такая Бобища Нежная Красивая Она будет Такая Утонченная Но И грозная Как полки Со знаменами Будет Воинственная Невеста У Господа Почему Потому что Невеста должна Быть Подстать Своему Женику Подходить А Господь Наш Он И добрый Пастор Но Он и воин Тоже Сильный И То есть Вот что Вот к этому Сейчас Господь Зовет Церковь Поклонниками Ну Можно сказать Стали Верующие То есть Мы умеем Поклоняться Мы умеем Ну Вот этой Нежности С Господом Но Воинственная Составляющая Это то Что впереди Так Мечи Божьей Власти Это Давно Как-то Полученное Откровение Но Оно Показывает Определенный Рост В котором Процессе Мы находимся Давай первый Вот смотрите Семь Да Видите Семь Это не значит Что точно такие Это просто Ну Поняли Да Схематически Семь Мечей Болнота Божьей Власти Следующий Спасение Давай Представим Вера Хвала Благодать Суд Святость Любовь Хватит То есть Вот Это Семь Мечей Божьей Власти От самого Маленького До самого Большого И сейчас Быстро Пройдем По этому Опять же Сразу Говорю Что Все Мы видим Отчасти Все Это Отчасти Это Не значит Что Все Больше Ничего Между ними Нет Это То Как Открыто Поехали Первый Сегодня Церковь Использует Лишь Два Наименьших Меча Власти Божьей Но уже Может быть Больше Но В основном То есть Спасение И И Вера То есть То что Есть В принципе В каждой Абсолютно Церкви То есть Все верят В спасение И все Верят Веру Поэтому Первое Что Человек Узнаешь Ему Надо Спастись А для Этого Надо Доверить И Вера Слышание Слышание Слова Божьего Эти все Все прекрасно Знают То есть Два Меча Дальше Теперь По порядку Серебряный Нож Спасения То есть Нож Да Это что-то Маленькое Незначительное Я показывал Множечко То есть Давай Это начало Пути в Боге То есть Короткое Писание То есть Быть спасенным Да Это уже Иметь Определенную Власть Потому что Даже Маленькое Маленький Нож Он уже Делает Тебя Превосходнее Чем Безоружного Человека То есть Первое Оружие Которое Получаем Мы Как Дети Божьи Это Вот Нож Спасения Помните Что делалось С серебряными Ножами Что делал Иисус Навин Обрезание То есть Это первое С чем мы Сталкиваемся Что Господь Начинает Мы начинаем Понимать Что-то Надо Оставить Что я Я не могу Быть таким Как есть И сейчас Идти за Бога Поэтому Какие-то Вещи Мы оставляем Дальше Давай Несмотря На размер Спасение Это Довольно Мощное Оружие Аминь Нож Все Простой Нож Разрезает Узлы Которыми Мы были Привязаны К миру То есть Первое С чем мы Начинаем Воевать Как Любое Божье Дитя Это Отсекать То есть Отрезаться От этого Мира И именно Это оружие Позволяет Нам сделать Когда Я спасся Бог меня спас В 1995 Году Я родился Свыше На Где-то Год Наверное Я потерялся Вообще От своих друзей Вот знаете Местные Где мы сегодня Сидели Курили Там во дворе Просто я Сверхъестественно Перестал их Встречать Даже Когда ходил В школу За школой И когда мы Встретились Вот уже После этого Года Я уже был другой Мы значит Попытались говорить А уже все Разница Была ощутимая И он мне говорит Да знаешь У нас там ходят Такие Как они Ну Зарывает А вот Юра Там молока Перепел Ну мы варили Там сканопли Раньше молоко Вот это У него там Как бы Все Юра Последствия Да Последствия Да На мозги А я говорю Так вы бы все Были тогда верующие Если бы Молока К Богу приходили Поэтому Что-то То есть Что-то Обрезается Какие-то вещи Они Ну просто Это 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 Не сложно Давай дальше Разрезать Узлы Потому что Вот этим Моментом Узлы разрезать Ну сложновато Да То есть Есть вещи Которые Вот надо Перерезать Какое-то узелок Какую-то веревку Это Вот этот нож Начало Обрезания Освещения Дальше То есть Рождение Свыше Вот Это Оружие Рожденный Свыше Даже Младенец В Христе Это Не Какой-то Такой В яслях Лежит Сосочка Это Уже В Вове Рожденный Свыше Он Уже Попадает В зону Боевых Действий Сразу Дальше И Также Это Оружие Для Жертвоприношения Это То Что Я думаю Надо Говорить Людям Сразу Когда Они Приходят К Господу Дружище Ты Жертва Рейджонер Написал Где-то Говорит В мире Есть Две Личности Бог И Сатана И Обе Хотят Нас Убить Ну Если Так Буквально И Там Умереть И Тут Умереть Только Там Умерев Оживешь А Там Умерев Сгинешь Украсть Убить И Погубить Поэтому Да Это В принципе Христианство Это Жертва Постоянная С самого Начала Вот Для Этого Есть Отношение Давай Дальше Пока Золотой Кинжал Веры Включай Вера Это Начала Кинжал Это Уже Что-то Большее Чем Нож То есть Кинжал Это Оружие Как Вот Эти Штыки И У многих Войнов Рыцарей У них Всегда Был Кинжал Помимо Меча Потому Что Иногда В личной Складке Мечом Не Махнуть Они Доставали Кинжал Уже Вот Эти В 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 То есть У них Были Вот Эти Вот Кинжалы И Это Уже Конечно Мощное Оружие Давай Дальше Которое Можно Убить На этом Уровне Власти Мы Учимся Защищаться Не Нападать Но Защищаться Большинство Все Оружие Божьего Это Защита И Только Меч Это Нападение Поэтому Конечно Нам Нужно Прежде Всего Нельзя Быть Голым И Иметь Один Меч Надо Быть В Защит И Тогда Уже Можно Думать О Нападении Дальше Вера Это Универсальное Оружие Божье Оно Может Быть Использовано Везде Везде То есть В любой Схватке В любой Битве В любом Сражении Вера Может Служить Нам Как Оружие То есть По сути Без Веры Вообще Богу Угодить Невозможно Дальше Этот Кинжал Должен Должен быть Всегда При Божьем Войне Хорошо Этот Кинжал Должен быть Всегда То есть Вера Ну Понимаете Как Мистическая Может быть Временами Какие-то Духовные Но Вера Это То Что Всегда 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 Со мной Должна Быть Если Не осталось Уже Никакого Оружия Должна Остаться Вера Вы Все Записываете Поэтому Бог Сказал Золото Вера Как Золото Очищенное Верно В основном Вот на этих Двух Ну Это Эти вещи Я получал Довольно Давно Сегодня Церковь Слава Богу Продвинулась Дальше В основном Церковь В большинстве Своем Жила В двух Элементах Спасение И Вера То Это Два Элемента Евангелизма Которые Евангелисты Они Несли То То Люди Нам Нужно Верить Бога Нужно Спастись Что Все И Церкви В основном Строились Вот на Этих Двух Поэтому Духовной Войны Было Немного Потому Что Они В основном Все Идут На Работу Внутрь Себя Или На Защиту По Большей Части Церковь Духовная Война Это Была Отбиваться От Врагов Не Нападать На Них Отбиваться Выживать Давай Дальше И Вот Уже Начинается Серьезное Медный Меч Хвалы То Есть Такие Мечи Небольшие Римлян Небольшой Наступательный Меч Но Хвала Это Огромнейшая Сила О Хвале Можно Вообще Много Говорить Потому Что Бог Говорит Словословие В одной Руке И меч В другой Хвала Это То Что Делает Безмолвным Врага Почему Враг Замолкает Он Убит Все Хвала Затыкает Рот Врагу Иуда Родил Фореса Иуда Это Хвала Форес Это Прорыв То Хвала Рождает Прорыв Более Того Есть Все Что Умолкнет Есть Пророчество Умолкнет Видение Закончится Бесов Не будем Изгонять Дьявол Не будем Сражаться А хвала Останется Навсегда Во веки Представляете Когда мы Хвалим Бога Мы делаем Что-то Что будет Пророждаться Вечно То есть Не будет Никогда Это Это Служение Которое Не прекратится Когда Уже Начнется Вечно Хвала Это А Мощнейшее Оружие Церкви И Когда Церковь Это Начинает Понимать Мы Увидели Вот Сейчас За последние Десять Лет Родились Такие Вышли Во свет Такие Служения Как Айхоп Как Вифиль Еще Одного То есть И Они Построены Очень Сильно На хвале У них Очень Сильный Акцент На хвале Монин Стар Пение На хвале Она говорит очень часто, что мы можем прямо посреди войны, прямо посреди поражения, прямо посреди таких тесных обстоятельств начать славить Бога, и контраргументов нет у врага. Вот ему нечем крыть, когда мы начинаем славить Бога. Он замолкает. К примеру, согрешил ты, согрешил, или там сделал что-то неправильно, чувствуешь страшное осуждение, но начал славить Бога. Все, она уступает. Хвала — это то, чтобы возвышать свой голос посреди битвы. Давид, он этим оружием владел. Почему он бил львов, медведей, галиафов? Потому что вот, это не просто песенки об Иисусе. Свой престол, сказано, ставит среди хвалы и славословий своего народа, Господи. Более того, если это вечное, значит, это то, для чего мы сотворены, чтобы славить Бога. Когда мы поклоняемся... Вообще нету, знаете, нету хвала и поклонения. Нету три песни хвалы, две поклонения. Чуть нету такого вообще. Быстрая — это хвала, медленное поклонение. Знаете, мы придумали же. Причем тут быстрая, медленная, что, медленная... Не-не-не, поклонник — это состояние человека. Если человек не поклонник, там что хоть быстрая, хоть медленная, это просто песня. Песни о Боге, красивые, есть покрасивее, не о Боге. Дальше. Да, сила хвалы в простоте. Я помню, у нас как-то был в гостях на служении давно один человек, он много лет сидел в тюрьме, такой зэк. Но уверовал. И стал служить, вот, в тюремное служение. И он весь такой, ну, знаете, как они за всю жизнь, он сухой, легких нету, туберкулез, вот такой уже. И он любил петь Богу, ну, петь. И он что-то посвидетельствовал, можно я спою? Ну, давай. Там голоса, ну, нет никакого, голоса, никакой красоты. Но он начал петь, такое сильное Божье присутствие приходило всегда. Вот на это такое, вот, он скрипучий такой. Почему? Потому что поклонник. Бог не сходит на красивую музыку или там хорошую аппаратуру. Он сходит на поклонение. Он ставит свой престол там. А есть действительно такие, знаете, профессиональные группы. Все так вылезано, просто вот, все дорогое, а там ничего нету вообще от Бога. Они поют о Боге, но они его не знают. Давай дальше. То есть, простота. Нам Господь сказал, знаете что, вот, мы тоже в хвале. Я в церкви, я не оставляю, я очень люблю это служение. В хвале мы движемся. И нам Господь сказал такое, я буду вас держать в немощи. Вот в музыкальном плане. Ну, то есть, мы не станем виртуозами, профессионалами такими, знаете, суперзвук, суперинструменты. Все так разложено по партиям. Говорят, будете в простоте. Поэтому наши, ну, периодически там улажают музыканты. Я вначале расстраивался, потом я понимаю, это немощь. Но в этой немощи является Божья сила. Вот в таком вот. Там, где, говорит, высоко у людей, умерзость перед Богом может быть. Хвала – это плод веры. Истинная хвала исходит из веры, движимой веры. Медь – это символ служения. Хвала – это начало истинного служения Бога. То есть, нету у нас, вообще в церкви не должно быть левиты, не левиты. Ну, Дима, думаю, рассказывал вам. Мы все поклонники. Кто-то с микрофоном, кто-то без микрофона, кто-то с гитарой, кто-то руками хлопает. Мы все пред Богом, как музыканты и поклонники. То есть, да, есть музыкальное служение, оно помогает нам. Но это не значит, что остальные просто помогли, просто вот стоим и подпеваем. Нет, мы все служители Бога в хвале. И когда церковь входит в хвалу все вместе, это армия с мечами. Этот меч, ну, враг боится этого. Давай, следующий. Меч благодати. Листай. Я увидел этот меч, он уже длинный такой, довольно длинный. Вот такого уже плана. И он такого прозрачно-голубого металла, как небеса. Ну, это как я его в духе видел. Вообще, откровение благодати – это мощнейшее оружие. Мощнейшее. Потому что благодать – это Христос во мне. Благодать – это то, к чему я не причастил. То есть, это то, что дано, ну, дано и все. Даром. Давай, представь. Да, он очень легкий и очень яркий меч. То есть, он не был тяжелым. Следующее. Несмотря на это, он довольно длинный. Есть огромная власть в понимании праведности, в уповании на способности Христа в нас. Вообще, вот с этого все и начинается. Когда я надеюсь не на себя, да, то есть, вот, когда я еду сюда, я могу рассчитывать, да, я могу в институте рассказать, там, за духовную войну, опыт есть. Или я могу говорить, Господь, я ничто, никто. Ты делай, ты говори. Я не хочу на себя внимание никого привлекать. Да, я могу, но все, что люди получат, это получат Юру Кузьмина. Но надо, чтобы пришел Христос. Поэтому апостолы, они говорили, мы рабы твои, ничего не стоящие, не значащие, сделали то, что должны были сделать. Апостол Павел говорил, я много потрудился, не я, впрочем, но благодать Божья. И благодать Его во мне не была тщетна. Это меч даров Духа. То есть, дары это то, что и есть проявление благодати. Давай еще. Переход в личное призвание. Да, это важный момент. Бога. То есть, есть момент, когда мы растем, и мы как бы вот в общем котле. Все, что касается Его, касается меня. То есть, знаете, ко всем подходят вот какие-то моменты. Но есть такой переход, когда я спрашиваю, Господи, а кто я? Есть апостолы, пророки, евангелисты, учители, пастора, еще кто-то. А кто я в этом? Я же не могу быть всем. Вот есть, знаете, общая образовательная школа, а есть специализированные уже институты, то есть, на какую-то конкретную профессию. Вот это вот момент, когда мы переходим в понимание Божьего призвания на себе. Когда я молился вот о своем призвании, тоже будучи вот, ну, госпожи, твоя верующая, и говорю, Господи, кто я? Кто я? Скажи мне. И я услышал определенную. Фразу. Думаю, ну, окей, может, я придумал себе, может, там. Значит, в течение нескольких дней подходили два человека и говорили, ты вот этот просто. Я никому не рассказывал. То есть, пришло подтверждение двух несвязанных с собой людей. И, конечно, когда ты понимаешь свое призвание, ты начинаешь уже работать на него в основном. То есть, изучать слово, слушать какие-то проповеди именно на эту тему. И ты начинаешь развиваться и расти. То есть, да, это не то, что там во имя Иисуса. Нет. Мы растем, развиваемся, и это и есть война духовная. То есть, о чем я говорю, что духовная война направлена на то, от врага, чтобы мы не росли. Когда мы растем духовно, это победа. Дальше. И вот начинается. Оружие апостолов и пророков. Меч Божьего суда. Очень долгое время, и до сих пор тоже, церковь ничего не хочет слышать про суды Божьи. Аргументируя это тем, что мы верующие, мы на суд не приходим. Все, никаких судов. Но это не касается суда над нами. Более того, ладно, так же написано, что всем нам нужно явиться на судилище Христова. Значит, куда-то мы все-таки придем. Но там не будет решаться вопрос вечной жизни. Но есть Божий суд. Радуйтесь и веселитесь откровения. Святые апостолы и пророки, потому что совершил Бог суд ваш. Ваш. Над ним. Сейчас вот здесь подробнее. Помните, что Израиль кричал меч Господа и Гидеона. И вот задайте себе вопрос, почему Гидеона, почему просто меч Господа? Бог сказал так кричать. Или, как бессы сказали, Иисуса знаем и Павла. А вы кто? Почему Павла, да? Вот вдруг. Почему Гидеона? Вот мы как бы всегда привыкли, человек это какой-то зло, гордость, смирить вот это исчезнет. А они кричали, меч Господа и Гидеона. Бог сказал так кричать. То есть, вот меч Господа есть меч Гидеона. Ну, вы спрашиваете уже все? Зачем Гидеон нужен? А это вот как бы к чему целый день мы вокруг да около ходим, что на земле, на земле у Господа ровно столько власти, сколько и у нас. Иначе давно, уже над всеми делами дьявола суть произошел. Он что, не хочет спасти всех людей, которые живут вокруг нас? Мы что, более как бы любим своих людей, чем Бог? Нет, конечно. А почему тогда не происходит? То есть, сейчас, ну вот, второго меча нету. Да, я тогда... нож использую. Смотрите, вот если это меч Гидеона, а вот это меч Господа, насколько меч Господа проявится в земной сфере? Вот настолько. От всего его потенциала. И если мой меч вот досюда, вот досюда и Божий проявится. То есть, меч Господа не может проявиться больше, чем меч, там, Александра, Юрия, Дмитрия, Антона. Он не может больше ямиться. Господи, мы тут как бы пересидим, а ты там давай. Махай, махай, работай, воюй за нас. Не-не-не, он говорит, встань и воюй, гидеон. А ну-ка говорит, что он сказал гидеону? Иди с этой силой твоей спаси Израиль. Ты че? Как? А че ты сам не можешь? Нет. Землю отдал ценам человечества. Поэтому, когда мы растем, растет наш меч. И меч Божий проявляется больше. То есть, один проповедник как-то сказал, почему бесы ответили, когда им сказали, во имя Иисуса, которого Павел проповедовал. Помните? Сыновья первосвященника. И что? Не сработало. Не сработало. Потому что бесы им ответили, Иисуса мы знаем, и Павел нам издал. Вы кто? То есть, одного, извините за привоту, одного имени Иисуса недостаточно. Нельзя его взять как заклинание и использовать, и это будет подчиняться. Вы кто? То есть, бесы не знали этих ребят. Не было полномочий у них, а Павла знали. Поэтому нас знают в духе или не знают? И если нас знают, они слушаются. Да, знаем, уходим. А если самозванцы, ну, самозванцев бьют, потому что бесы побили. То есть, один человек одержимый взял власть над семью мужиками и побил их. И они избитые, раздетые, ободранные, бежали. Поэтому помимо Иисуса есть Гидеон. То есть, нужно имя. Нужен человек. И Зекиилев говорит, «И искал я у них человека, кто бы поставил стену». Зачем тебе человека? Вот так вот. Вот так устроен мир. Что мы без Бога не можем ничего, а Он без нас не хочет ничего. Поэтому нам нужно расти. Нам нужно расти, тогда больше Божьего будет проявляться. Итак, оружие апостолов и пророков. Я увидел, что это тяжелый, тяжелый меч из темно-красного металла. Давай дальше. Халк-Алеван, как раскаленный в печи. Да, он такой меч, но как раскаленный металл. Этот меч повергает врагов в подножие ног Божьих. «Производить над ними суд, писанный, честь это всем святым его». Псалом 149. У церкви есть власть провозглашать Божий суд над начальствами и властями демонического мира, над какими-то ситуациями, над какими-то структурами. Более того, если Бог, Он поставляет царей и снимает царей. И очень часто, помните, что Он сказал Илье? Кто в Ветхом Завете царей ставил? Пророки ставили царей. Бог сказал Илье, так, иди помашь Елисея в пророки вместо себя, вот этого помашь царя над Израилем, а вот этого царя над Осирией. Осирией вообще какой-то, не наша страна. Иди поставь. То есть, через апостолов и пороков Бог даже царей, то есть, проявителей меняет. Представляете? Но этот меч, это вот как та штанга, которую можно навесить много блинов и сфотографироваться, типа, а ну сфоткай, типа, у меня меч Божьего сюда. Только ты не сможешь его оторвать от земли, он слишком тяжелый и большой. Я видел некоторые оружия Божьи, они доступны нам. То есть, мы можем подойти, взять, но у нас нет силы его поднять, чтобы использовать. Почему мы не... Ну, сейчас многие об этом, слава Богу, уже говорят, что нужно восстановление апостольского, пророческого ДНК церкви. Воинская вообще вот эта вся тема, это апостольская культура. Они очень много говорили всегда о войне. Давай дальше. Этот меч вершит правосудие и утверждает правду Божью. Был момент, вот первоапостольская церковь, помните, были моменты, когда, к примеру, Ирод умер, помните? Царь Ирод просто публично помер. Это вот эти вот, вот эти ситуации, вот там меч у вас в конце зала. Меч Божьего суда. Опять же, кому можно доверить суд? Я вот еду на мотоцикле недавно, еду, и как это газель, вот водители газели, они, конечно, интересные личности. Все их любят. И он так специально, знаете, специально не пропускает. Он специально, вот на слой есть такие. И я, я так возмутился. Думаю, что я подъеду в зеркало, там, чтобы я это знал. Потом думаю, не, ну я верующий, что я буду. И потом вдруг, я понимаю, что какая-то такая мысль про клясть вообще. Что-то там у нас сломалось, эта газель. Вот такой, знаете, что-то кинуть. Пришла такая мысль, идея. Не буду ничего там попить, просто вот шум, такое высвободить. Так разозлился. А потом я его обогнал, еду, и вдруг понимаю, что ты хотел сделать, да? То есть сломал бы машину, человек бы остался без работы, там может семья, ну мало, вот такая. И я говорю, господи, хорошо, что ты нам не дал еще эту власть. Потому что, если бы у меня была власть, я бы там огонь вот на каждого сводил, кто тебя подрезал на дороге. Представляете, поэтому нам оно не дается. Власть Божьего суда будет дана только тем, кто будет использовать это по воле Отца. То есть там не будет места, что, ох, сосед меня этот достал, чтоб ты там это вот, и ты туда раз, пульнул, и это будет работать, он может даже умереть, зачем это надо? Это не прославляет Бога. Поэтому, эта власть дана апостолам и пророкам. Это люди вот тотального послушания посвящения Богу. В этом плане мне, ну вот я слышал там, я мало что знаю о тебе Чешуа, но одно, что мне понравилось в нем, что он не молится за всех подряд. Но он идет и слушает, за кого Бог ему скажет помолиться. А больных много. Представляешь, ты идешь с даром исцеления, и больные стоят, ну все там страдают, а он проходит мимо, потому что Господь не сказал ему, за него молиться. И он там кого-то раз его показал вообще за толпой, пошел там, я помню, ну видео, это смотрит, хромо. То есть, это послушание такое вот Богу, тотальное. Иисус, помните, он был момент, многих исцелил, много изгнал бесов, и ночуют они на горе. Ночуют на горе, и он молился всю ночь, и утром говорит, ребята, идем в даром исцеления. Они говорят, все хотят тебя видеть, все собрались уже. Пробуждение. У вас, как бы, да, у вас людей-то. А он говорит, нет, мне надлежит быть в другом, все, уходим. То есть, он оставил вообще эпицентр, любой бы там служитель бы сказал, да ну, глупость, люди собрались, ради этого будут послушать, а ты взял бы, зачухнул там, бросил их. Так же нельзя делать. Вот поэтому, у кого-то есть меч Божий, у него сюда, у кого-то нет. Давай дальше. Меч, неиспровергающий глобальные твердыни врага. Ну, завтра, больше будет, вот именно, демонология больше. Сегодня так, по поверхности проходимся. Потому что, есть твердыни личного характера, там, в мозгах твердыни, в человеке, есть твердыни в горах, а есть глобальные твердыни. То есть, что-то, чему подвергнуты регионы целые. И одной молитвой невозможно это все сместить. И нужны полномочия. И очень часто нужно провозглашать Божий суд. Но, чтобы провозглашать Божий суд, надо быть уполномоченным. Поэтому, вот, когда выбирают судей, это же не просто, а вы кто? То есть, это люди особенные. У нас нет полномочий здесь сейчас взять и осудить кого-то. то есть, мы выносим приговор там кому-то. Ну, и выносите хоть до утра. Но есть судьи, которые выносят приговор, и уже там ребята подходят, щук, исполняют его. Давай дальше. Меч, открывающий новые территории в духовном и физическом мире. Но вот одно из проявлений в Писании, когда апостол Павел, он пришел, помните, на какой-то остров попали, он там проповедовал главному, и там был колдун один, который ему мешал. И что сделал Павел? Глаза. Евангелие. Ой, это жестоко. Господь не такой. Вообще-то, если вы читаете Ветхий Завет, я иногда, честно, я читаю, плачу, и Господь, я тебя вообще не понимаю. Когда там, иногда он истреблял просто такие массы людей, я говорю, я не понимаю, как это, как это может... Ну, если это было, значит, это было правильно. Ты творец. Бог творец, он может делать все, что хочет. Мы, знаете, думаем ему указать, а ты не справедливо поступил. Кто ты? Помните, Исаакий, черепок из черепков. Ты учишь Творца, что ему делать со своим творением. Он говорит, взял с одного, с одного, этого, с одной клины сделал сосуд в чести, а другой в низком употреблении. Почему? Ну, он творец, так захотел. Он сегодня сотворил суд, завтра его сосуд, завтра его разбил. Ой, не справедливо, он творец, мы так делаем. Поэтому Бог суверенный, это очень важно. Хорошо, дальше. Что? Ага, отмщение Божьего. Хотите пару новых Божьих имен, которых вы, наверное, не слышали никогда. Вот какие имена Божьи из Библии вы слышали? Адуна, это кто Отец, да? Яхва Рафа, Господь Целитель, знаете, наверное, точно, Господь Пасхар мой, слышали? Еще? Элухим, Творец, да? Элухим. Элшадай, это правда. Нисси, знамя, Господь мой знамя, Элшадай, да, как вот, богатый, добрый, вот, да, шалом, Господь мой мир. Все-таки, да, это праведность, освящение, Господь освящен, Господь моя праведность. То есть, это все мы знаем. Ну, вот пару имен, которых, о, я это прочитаю даже, давайте, чтобы вы скажете, придумал что-то там. Сейчас, я не готовил, сейчас я найду, из Экиля, по-моему, из Экиля. Сейчас, чтобы не терять время, быстро. Ой, я же не могу сказать. Тут должен быть, просто, когда это читаешь верующим, они делают такие глаза, шух, наш, наш, вот это, ага, да, в том числе, в том числе, ага, Иезекииль, седьмая голова, держитесь. Это же тоже Бог наш. Как он сказал, помните, Господь сказал, агнца надо съесть целиком, с головой, с внутренностями, с хостями. Мы не можем филе вырезать, знаете, вот, вот в этом, Иисусе, мне нравятся филейные части, а внутренности горькие, невкусные, не будет кушать. То есть, агнца надо съесть всего, мы не можем часть, вот, когда женишься, да, или замуж уходишь, не можешь выбрать какие-то черты характера? Ты берешь все, со всеми плюсами и минусами, а по-другому нельзя. Так и здесь. Иезекииль семь. Хоу! Хоу! Читай, то есть, это говорит Господь, которого мы все знаем, которого мы верим. С восьмого, вот скоро и залью на тебя ярость мою. Как вам ярость? Вот ярость. Вы были в ярости, когда неверующие? Ну, верующие мы все неверующие не бываем. Ну, будет, я расскажу случай, ладно, там, надо же терять репутацию, когда ты живешь. Я такой спокойный, ну, относительно человек, потому что у меня вся энергия, вот в американский футбол, в штаб уходила я всегда, то есть, ну, туда вот. И ты приходил такой уже, спокойный. Но был момент, когда, ну, с женой конфликт, ну, это гредко конфликт, ну, был один, давно, давно. Ну, я психанул. Ну, и в итоге, там стояла кружка и чуть-чуть кофе на ней было. И вот это вот все оказалось на стене. И так смачно, как будто ведро туда вылили. Там чуть-чуть было, я выпил кофе, а вот остался чуть-чуть осадок. Вот как будто просто ведро. И оно не отмывалось вообще ничем, с тех обоев. И оно так и осталось там, сколько мы жили в том доме, снимали. Я всегда это видел как напоминание, картину о ярости. Я захотел, мне все время стыдно становилось. Знаете, вот, чтобы уже ты не забыл напоминание. Но, вы представьте Бога в ярости. Нам кажется, он такой весь, такой флегматичный, его ничего, никак. Помните, Давид писал, когда его, говорит, цепи ада там окружили, ну, говорит, 17, да, говорит, я возвал Господу и говорит, Господь разгневался, встал со своего престола, сел на херувимов и полетел мне на помощь. И там брат и угли, лохнины, Бог в ярости. Вот такую надо картину. Ого! Итак, он говорит, и залью на тебя ярость мою, и совершу над тобою гнев мой, и буду судить тебя по путям твоим, и возложу на тебя все мерзости твои, и не пощадить тебя око мое, и не помилую, ой, страшно. Вы знаете, песен вы не услышите, Натя, вот, вместо в церкви, не поют овать. По путям твоим воздам тебе мерзости твои с тобой будут, и узнаете, что я Господь каратель. Нам такого не надо, но придется с ним познакомиться, а как же. Это же тот же самый, тот же. Вы знаете, один есть такой товарищ, ну, начинал он неплохо на ютубе, я даже не буду говорить его имя, начинал он, ну, неплохо, такие он все, изобличающие пасторов у него были такие вот, выпуски, вот, он всех что-то выискивал, и разоблачал, так вот, знаете, в проповедях, рубал. И в итоге он закончил тем, что последнее, я не мог поверить, то я послужу, я не мог поверить, что он это говорит, что Бог Ветхого Завета это дьявол, вот это вот все, что в Ветхом Завете, что он говорит, ну, не может наш Господь вот так поступать, это точно какой-то вот вал, или там демон, ну, человек не может этого вместить, что Бог каратель, знаете, как по-еврейски звучит, Яхве Накавх, Накавх, это можете говорить, Яхве Накавх, любит тебя, да благословит тебя Яхве Накавх, брат, ой, может не надо, вот тогда меча Божьего суда нам не видать, если мы не познаем Бога как судью, как нам будет доверено это оружие, а без суда есть твердыни, которые никогда не сдвинутся, никогда, ни молитвами, не поставили, нужно иметь полномочия, чтобы совершить его суд, то есть понимаете уже как серьезно, да, все, есть второе имя, Яхве Аврис, да, это вот как раз ревнитель, Я Господь ревнитель, Аврис, или Аврис, ну это по-еврейски там как оно звучит, я точно это вот надо евреям спрашивать, то есть это такие имена, которые церковь слабо знает, Яхве Накавх, это Господь Каратин, сейчас скажу больше, ребята, вы сейчас просто будете радоваться, Аврис, это ревнитель, Я Господь ревнитель, значит, Давид, просто, когда начинаешь понимать Бога, понимаешь, он классный, он не такой религиозный, знаете, вот как Папа Римский такой весь, правильный такой, он шутит, иногда, и вот в плане Давида, смотрите, сейчас я найду, значит, где там на Давида пошли все цари, помните? Пошли цари, сейчас, чтобы его убить, где Давид, во второй же царстве, да? Ага, так, 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 сейчас, сейчас, я уже почти нашел, когда он пошел на власть, да, это вот пятая глава, второе царство, сейчас буду слышать, верующие не верят в это, ну, в общем, услышали, что Давид зашел на престол, на царство, а Давид воевал за филистимлян, и не знали, кто это еще за парень был, я не понял, все, он пришел к власти на конец, поэтому пока он еще там не закрепился, мы объединяемся, идем войной против него, и вопросил, 19 стих, 5 глава, второе царство, попросил Давид Господа, говоря, идти ли мне против филистимлян, предаш ли их руки мои, и сказал Господь Давиду, иди, ибо я предам филистимлян в руки твои, и пошел Давид в вал пироцил, и поразил их там, и сказал Давид, Господь разнес врагов моих предо мною, как разносит вода, поэтому и месту там и дано имя вал пироцил, что такое вал пироцил? Господь прорыва, вал это Господь, Господин, то есть валами, да, называли ложных богов, но Господь не побрезговал этим словом, и назвал себя в Писании вал пироцил. И у нас такая была песня, вал пироцил, и тоже, понимаете, ну, страшно верующему человеку представить, что Бог может себя так называть, а он вообще этим не... ну, все его, понимаете, все его, нет, вал это все дьявольское, а он, вот, читает, Господь, почему он не назвал себя там Яхве, или еще как-то там, он назвал себя вал пироцил, Господь прорыва, может, там сильно валом поклоняется, он говорит, окей, значит, будем через валов долбить. Это ж наша сильная такая черта, получите, то есть, возвращаясь, давайте назад, где там есть у нас мечи, суды, меч отмщения Божьего, Бог отмщения, это тоже, я не знаю, как по-еврейски, но там написано, Бог отмщения, это одно из имен Божьих, Бог, помните, Давид говорит, Бог мстящий за меня и покоряющий мне народы. Дальше, меч святости, подойдем пока, большой, длинный, царский меч. Что такое праведность? Это дар. Мы все стали праведными не из-за того, что что-то сделали, из-за того, что поверили в то, что сделал Иисус. Но святость, извините, это плод, это не дар. Ныне же, освободившись от греха и стали рабами, да, праведность и плод ваш есть святость. То есть, святость, это твое достижение, это результат твоей жизни, предподнят. Старайтесь иметь мир со всеми, и святость, без которой никто не увидит Господа. Может показаться, что святость, какое там оружие, это мощнейшее оружие. Вообще, святость, это вызов для врага. Если враг видит где-то святого человека, все, это война. Он ненавидит святого Бога. Святость, это Божья природа во мне. Отчего мы становимся святыми? Не от соблюдения правил, не до исполнения законов, а от того, что мы проводим время со святым. От того, что мы становимся похожими. Как нам сказали быть святыми? Нам сказали, сказал, будьте святы, как Бог свят. То есть, Его, не моей святости, Его святостью быть святым. Кто такой святой? Вот там, где есть святость, там нет места врагу. Идет князь мира, во мне ничего не имеет. Давай дальше. красиво, украшенный драгоценными камнями. Он сделал из золота, серебра и платья. То есть, в духе это все черты характера, черты нашего естества. Подожди, не спешу. Меч сияет. То есть, само понимание святости, это яркость, блистание. И вот церковь, она будет святой, непорочной, невестой. То есть, церковь будет не просто праведной. Знаете, можно, вы видели людей праведных, но они вот паршивые люди сами по себе. Ну, такие вот мерз, неприятный тип такой. Ну, спасенный верующий. Но сам по себе такой скользкий какой-то такой вот, не хочется с ним даже иметь дело. Потому что праведность это дар, но святость это вот и есть характер. И можно, да, быть праведным негодяем, спасенным от ада и пойти в спасение, но вот остаться неизмененным в своем характере. Что такое вообще спасение, что такое праведность? Это кто-то сравнил, это коридор просто. Ты зашел в коридор Божьего дома, а дальше комнаты, а это уже надо расти. Это уже вот вопросы святости. И невеста, она будет, конечно, вооруженная этим оружием. Давай дальше. Святость это полное подчинение Богу. То есть вот в тех сферах, где есть святость, там должно быть полное подчинение Богу. Все действия инициированы лично Богом и исходят от Него. Один из секретов Иисуса в Его вообще победоносной жизни, Он говорит, что я всегда делаю только то, что угодно Отцу. Помните? Я ничего не говорю от себя, пока не услышал Отца. Я ничего не делаю от себя, пока не увижу Отца Творящего. Вот это и есть святость. Может показаться нам это недоступно? Нет, это для нас. Понятно, это не за один шаг и не за один год. Нам вся жизнь дана, чтобы вот в это входить. И написано в Библии святой, пусть освящается еще. То есть есть постоянный процесс. Можно сказать, что если мы растем и поднимаем в этом Голгале, в следующий году у нас будет больше святости, чем сегодня. Больше. То есть мы будем в этом расти. Больше Богу места. Человек становится неуязвим для любых действий врага. То есть понятно, враг, ну, так говоря откровенно, наше тело врагу интересно постольку поскольку, то есть чтобы его там поразить, убить. его цель это внутренний человек. И апостолы мы видим, их били, их заковывали в цепи, но враг не мог поразить их дух никогда, их внутреннего человека. Поэтому будучи избитыми, будучи закованными в темнице, они восхваляли Бога. Это что? Пораженные так себя не ведут. Песни поют кто на войне? Те, кто победил. А те, кто проиграл, они отпускают голову и уходят. Поэтому апостолы, будучи закованными в кандалы, пели, потому что они победили. Они радовались прямо там, по-настоящему. Это вот еще слово о хвале, которое открыло темнице. Поэтому святость, один человек сказал, помазание не спасет от греха. Банихин это сказал. Помазание не спасет. Помазание это не мое, это не я делаю. Это делает Господь. И если мы видим там Дима Крыковский, еще кто-то, ведь в большинстве своем им это дано. Дима не напрягается, что так себя вести, но вот в этом как бы в духе это его естественно. Павел говорит, мне более если не проповедую, я это все, я никуда не денусь уже от этого. Это помазание. Но если бы человек тот же Дима не ходил в святости, мы бы никогда не увидели его. То есть святость это плод, это характер, это победа в духовной войне. Хорошо, будем дальше идти. Это божественный иммунитет против всех сил дьявола. Ну, аминь, аминь. Я думаю, что давай следующее, самое большое. Меч Божьей любви. И кто-то скажет, ну, любовь это, это как бы знаете, люди говорят, любовь, любовь, но Бог нам сказал, достигайте любви. Помните? Это не то, что сразу ты можешь взять, достигайте любви. То есть, я увидел, что самое сильное Божье оружие, которое есть, это меч любви. Но он самый тяжелый, он самый трудный в использовании. Но тот, кто владеет этим мечом, все, у него нет никаких вообще ограничений. Потому что Иисус, он победил вот этим мечом на кресте. Он победил, то есть, он, будучи злословим, не злословил, страдая, не угрожал. Когда его обзывали, он в ответ не отвечал, но порог просил о милости на кресте. Помните? То есть, это меч большой, двуручный. Смотрите, ну давай, давай следующий, там есть такой нюанс. Да, большой рубин, я видел такой красный в центре и дальше. Любовь из них больше. Помните, написано? Вера, ну любовь, это самое большое. Дальше. Любовь, это оружие массового поражения. Да, то есть, это уже не война, как бы, один на один с врагом. Любовью, ну, можно просто косить врагов. Вы заметили, вот, хоть раз было такое, когда какой-то конфликт, и человек на тебя раз, как бы, атакует. Но вместо того, чтобы ответить ему этим, ты являешься любовью, и он сразу обезоружен. Он раз и потерял, он ожидал, что ты ему, да ты, да ты, а ты ему там улыбнулся, благословил, то есть, как-то явил Христа. И он, он ожидал, ты не знаешь, что делать, у меня нету аргументов, против любви аргументов нету никаких. Церковь не имеет достаточно сил, чтобы поднять этот меч и толком не умеет им пользоваться, не владеет им. То есть, как бы много о любви не говорили, пока все еще мы в процессе достижения владеть этим оружием. Я могу сказать, это пик вообще, пик христианства. То есть, когда ты научился любить, это ты достиг высоты настоящей, и туда идти надо, туда нам жизнь надо, чтобы подняться. Давай еще, я жду, где же там это? Ага, значит, этого нет, я скажу так. Двуручный меч, смотрите, тут такой есть нюанс, это значит, что ты не можешь уже щит держать. Да? То есть, когда меч в двух руках, а одно его не поднять, его может быть двумя, тебе надо опустить щит, то есть, ты становишься беззащитным, как бы. Уязвимым, да. Уже не просто отбить, ты готов принимать удары на себя, понимаете, вот в этом смысле. Злословие, злословящих тебя пали на меня, но ты настолько в таком состоянии, что ты поглощаешь все эти удары. То есть, они не причиняют вреда. Вот это такой вот тонкий, тонкий нюанс, тонкий момент. поэтому достигайте любви. Я верю, что невеста Христа, ну вот с таким мечом она будет ходить. Вот с этим. То есть, кто-то говорит, ну любовь, это Сюси Пуси, вот эти вот, ну, ну, я тебя люблю. Нет, любовь это оружие, мощнейшее. Любовь это не сентименты, не вот эти вот душевные какие-то там, вот любовь, там, сердечки. Сердечки это, вы знаете, что такое сердечки? Не рассказал. Жопа, вот что это. Это символ оттуда пришел, сблуда. Это были вот такие символы, которые обозначались, где можно там, ну, зайти и... Поэтому не надо эти сердечки друг другу посылать. В последующий раз подумайте. Пошлите меч лучше. Я тебя люблю, и меч там, на тебе. Вообще, это не очень, не очень интересно знать правду. Меньше знаешь, помните, это сказал Соломон, умножаешь познание, умножаешь скорбь. Вы знаете, как хорошо людям, далеким от музыки, им все горькое, сладкое. Но кто, кого сильный музыкальный слух, все, он не может уже поклоняться, когда там фальшиво играют или поют, все, а он уже. Какое поклонение? Он уже нервничает, взял там на пол, там, я не знаю, терции выше, ниже. А кто в этом не имеет? Ну, все, все, все хорошо. Я что-то говорю, как бы, когда учился еще на гитаре играть с кем-то, помню, строй какой-то там, где-то мы, не знаю, в лифте ехали, там, где собрание. Я говорю, что-то я сегодня там накосячил, конечно. Он говорит, да, классно все было. Я понимаю, но она просто не понимает, где там мимо, не мимо. Все, все нормально. Он нашел в духе. Поэтому умножаешь познание, умножаешь скорбь. Когда начинаешь вот это все открываться, начинаешь все копать, как-то думаешь, может быть, и не надо было бы это знать, как хорошо было. Слали себе всю жизнь сердечки, осуждение какое-то пришло. Ну, с сегодняшнего дня начнем речи зимой. Речи. Речи зимой. Речи зимой. Так, остается пять минут, да? Ужин. Что, ужин? Нет. Я думаю, сейчас сделаем период. Следующую не будем, я не буду сейчас цеплять. Следующую. Вот через период дальше уже двинемся в это. Еще два, да, у нас? Да. А, ну, вот итог же, да? Давайте дочитаем. Я уже забыл, что итог есть. То есть, да, Евангелие это все, что включает все эти семь мечей. То есть, Евангелие, это не только Иисус тебя любит, тебе нужно быть верующим, читать Библию. Евангелие, это полнота вот того, что написано в Библии, послания, в том числе, о том, что человек воин, о кресте, да, что надо, ну, крест придется взять свой. Церковь возрастает в познании Бога и таким образом во власти Божией. Каждый меч символизирует этап духовного роста церкви, и он исходит из полноты предыдущего. То есть, видите, без суда мы любви не познаем. Без войны мы не познаем шалома. что такое мир? Ну, не было бы войны, понятия бы мир не было бы. Поэтому есть мир, есть война. Эти мечи являются ключами царства Божьего. Ну, в общем, так вот приблизительно можно, ну, не знаю, надо, не надо это записывать. Суть понятна, что возрастая растет наше оружие. Более того, в духовной войне, как нигде, нужна своевременность откровений. Есть откровения, которые уже не работают. То есть, мы в них жили, росли, но на сегодняшний день я ими делиться не буду. они прошли, это время прошло в этих откровений. Они работали 10 лет назад, но время поменялось. Более того, Бог, помните, в одном месте говорит, ребята, перекуйте мечи на орал, а в другом перекуйте орала на мечи. То есть, есть время пахать, есть время воевать. Это одно, из одного и того же, да, материала. Сделан меч и сделан плуг. Только надо понимать, когда орать, готова ебать. А орать мы всегда готовы. То есть, более того, я хочу сказать, что вратис, с которыми мы сейчас столкнемся, это будет нужно новое оружие, чем до сих пор у нас было. Ну, давайте, следующий блок, я расскажу пару моментов об этом. 23 минуты. 23 минуты. 23 минуты. Да, ну, мы сможем и без перерыва. Да ладно. Не, я шучу, знаешь, шучу. Перерыв – это свинтолик. Давайте, да, сделаем чуть дольше перерыв. Проверьте, если что, информация прибудет. Мехов. 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 Продолжение следует...